Продолжение следует... 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 кроме полиции. В начале 2000-х у армянской силы был конфликт с членами латиноамериканской банды, но считается, что в последние годы конфликт заглох. 22 мая 2000 года Армен Петросян по кличке Молчаливый, один из основателей армянской силы, был застрелен Хосе Аргуэто, членом латиноамериканской банды White Fence. 24 мая того же года члены латиноамериканской банды застрелили армянина в одном из ресторанов в Голливуде, Калифорния, после чего Арменян Пауэр нанесли ответный удар. Отмечалось, что это была уже третья стычка между армянами и латиноамериканскими бандитами в этом месяце. Убийство в 2000 году 17-летнего латиноамериканца возле высшей школы Гувера молодыми армянскими бандитами привело к диалогу с целью прекращения насилия между этими группировками. Первым тревожным звоночком для армянской силы стал арест 73-х членов этой ОПГ, которых обвинили в хищении 163 миллионов долларов из фонда медицинского страхования Медикэр. Заправляли этими аферами Армен Казарян, Давид Мирзаян и Роберт Терджанян. Среди них наибольший интерес представляет вор в законе, уроженец Еревана Армен Казарян по кличке Позо, который был Корановым в 1991 году в Ростове-на-Дону. Позо и его подельникам были предъявлены обвинения в краже личных данных тысяч врачей и пациентов, которые они использовали, чтобы выкачать миллионы долларов из системы Медикэр, существующей в США для оказания медицинской помощи престарелым. Казарян признал себя виновным в рэкете и других преступлениях, в результате чего 8 февраля 2013 года был приговорен к 37 месяцам тюремного заключения, штрафу в размере 60 тысяч долларов и конфискации имущества, включая дом в Калифорнии стоимостью около 600 тысяч долларов. Однако первый звонок армянскую силу не напугал. И тогда последовал второй. 16 февраля 2011 года более тысячи сотрудников ФБР и полиции начали операцию под названием «Отключение света», в результате которой были арестованы 88 членов ОПГ. Эта операция готовилась почти два года, с тех пор как в 2009 году менеджер одного из магазинов пожаловался на зависающий аппарат для считывания кредитных карт. Выяснилось, что армянская сила подменила в супермаркетах сети 99 Cent Only аппараты для считывания кредитных карт, благодаря чему завладела персональной информацией держателей. И на ее основе изготавливала фальшивые кредитки, с помощью которых сняла с чужих счетов 2 миллиона долларов. Кроме того, злоумышленники, используя свои связи в американских банках, получали конфиденциальную информацию о клиентах. Среди них армянские мафиози выбирали пожилых вкладчиков с солидными суммами на счете, а потом выдавали себя за них и просили переоформить счет в связи с изменением личных данных. Таким способом они приватизировали более 10 миллионов долларов. Еще 8 миллионов были похищены в 2010 году из банков в Калифорнии другими мошенническими уловками. Обвинительное заключение по делу армянской силы, представленное прокуратурой Федеральный суд в Лос-Анджелесе, состоял из 212 страниц. Из него явствует, что группировка насчитывает около 250 полноправных членов и сотни сообщников, официально в нее не входящих. Центром их деятельности названо графство Лос-Анджелес, в том числе Голливуд, а также города Глиндейл, Бербенг, Северный и Западный Голливуд и Ван-Найс. Члены группировки в массе своей знают английский, но часто общаются между собой по-армянски или по-русски. По мнению прокуратуры, отчасти это объясняется желанием скрыть содержание разговора от посторонних. Более того, расследование показало, что калифорнийские армяне наладили связи в криминальных кругах России и Грузии. Якобы криминальные авторитеты из этих стран нередко навещали своих армянских партнеров в Лос-Анджелесе. В документах следствия также упоминается воровская сходка в Майами, на которую для разрешения некого возникшего конфликта прибыл неназванный, но влиятельный российский вор в законе. Об обширных связях армянской силы в родной Армении и говорить не приходится. 88 членов армянской силы были разбиты на две группы и пошли Федеральные суды Южной Калифорнии за рэкет, то есть организованную преступную деятельность. Еще 11 калифорнийских армян обвинили в схожих преступлениях, но на уровне суда штата. Помимо них в Майами арестовали 13 армян, которых обвинили в вымогательстве, мошенничестве в области здравоохранения и отмывании денег. Хотя среди арестованных после отключения энергии хватало афроамериканцев. Министерство юстиции отметило, что проведенная операция иллюстрирует изощренности и размаха организованных преступных групп, включая людей со связями в бывшем Советском Союзе и странами Восточного Блока. Конечно, воровать плохо, но следует признать, что армянская мафия в США наименее жестокая и наиболее изобретательная из всех ныне существующих. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, то делитесь этим роликом, комментируйте и подписывайтесь на наш канал Мэнг Хайнг Продакшн. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok